Всем привет! Вы смотрите Дионикс Ченнел. И добро пожаловать на обзор версии Майнкрафт 1.10 релиз Frostburn Update. Да, вышла релизная версия, я пропустил несколько снэпшотов, и об этом в первую очередь. Я сделал обзор на первый снэпшот, после чего вышел второй снэпшот с багфиксами. Я думал, что, ну, эй, это всего лишь багфиксы, такое бывает, то есть они так игры обычно... Ну, апдейты обычно так и разрабатывают, то есть сначала контент, багфиксы, контент, багфиксы, контент, багфиксы. Но я был удивлен тем, что вышла пререлизная версия. Думаю, ладно, пререлизная версия что-нибудь добавили, но нет, это были снова багфиксы. И теперь у нас вышла релизная версия 1.10, и здесь всё ещё тот же самый контент из первого снэпшота. Может быть, чего-то ещё по чуть-чуть добавили, но в целом это всё то же самое. Да, я хотел бы высказаться насчёт этого апдейта, потому что прошлый раз я его хвалил, и я думал, что будет больше. Но, как оказалось, больше нам ничего не завезли по какой-то причине. По причине того, что Маджанки решили сделать по-умному. В кавычках по-умному они решили взять один большой апдейт, разделить его на 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, то есть на 5 частей. И выдать нам это в течение года. Сделали они так по причине того, что получили кучу гневных отзывов на тему, что вот апдейт 1.9 выходил типа там полтора года, это очень долго, контента мало, то есть все недовольны оказались. Вот, но по сути сейчас они делают ровно то же самое, потому что мы получаем апдейт 1.10, немножко контента, апдейт 1.11, скорее всего, будет тоже небольшой по контенту, хотя будем надеяться на лучшее, но, эй, обычно так не происходит. Обычно лучшего ждать нам не приходится. И есть большая разница между тем, чтобы сделать мелкие апдейты часто с кучей контента и тем, чтобы взять эту кучу контента и разделить его на мелкие апдейты. То есть это как DLC, по сути, когда вам дают по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и делают вид, что так и надо. В общем, да, апдейтом 1.10 я в целом доволен, но вот этой новой политикой, в принципе, не особо. Ну что, ребята, поехали. Давайте начнем с того, о чем я не упомянул еще в прошлом видео. Это структурный блок. Этот блок, насколько я понимаю, работает примерно как WorldDead, то есть он работает со схематиками, можно подать на него, по-моему, Redstone сигнал и в итоге, в общем, активировать его и загрузить через схематик. Если вы работали с WorldDead, вы знаете, что это такое. Или MCD там тем же. И можно загрузить некую структуру. В том числе здесь есть куча опций, то есть это один блок, просто у него разные режимы. Четыре штуки. Я, если честно, не знаю, как это работает. И, в принципе, в выживании он вам не понадобится, потому что его можно получить только в креативе. То есть он понадобится только картоделам, те, кто делает карты на прохождение. Но, тем не менее, такой блок добавили. Вот он и есть. Я думаю, что он будет очень полезен. Надеюсь, что они не посвятят ему весь этот апдейт. Итак, едем дальше. У нас есть четыре блока, как я уже говорил. У нас есть магма-блок, который крафтится вот так. Просто пробежимся по тому, что добавили. Копается он деревянной киркой. Хотя, казалось бы, как он может копаться деревянной киркой? И киркаша должна сгореть. Это же чертов магма-блок. Вот. Для него не появилось вариаций никаких. На нем теперь не спавнятся враждебные мобы. Так что, да. Так что этот блок у нас, в общем-то, теперь не такой уж и читерский. Также у нас есть Незервард-блок, который, в общем-то, не раскравчивается. Так. У меня нет верстака. Не подготовился. Плохо. Да, этот блок не раскравчивается обратно в Незерварды. Так что хранить Незерварды вот таким вот образом у вас не получится. Вы не сможете получить их обратно. Следовательно, этот блок можно использовать разве что для того, чтобы крафтить вот эти вот самые следующие кирпичики. Этот блок добывается топором, как я уже говорил. И минимальный топор для него деревянный. По крайней мере, на данный момент. Что, в принципе, неплохо. Но, как вы понимаете, для хранения Незервардов он не подходит. Поэтому это немножко просчет. Также у нас есть Ред Незербрик, которому не добавили ни ступенек, ничего вообще. Я могу набрать вот стейрс, например. И вы не увидите здесь ступенек из него. Если я наберу слэп, вы также не увидите никаких полублоков и заборов, стены. В общем, ничего вы ему не добавили, что тоже плохо. Будем надеяться, что добавит хотя бы в следующей версии. Но, в общем-то, кто его знает. Возможно и нет. Возможно, мы будем опять сидеть с блоком, без ступенек, без полублоков. А строить только из цельных блоков, в общем-то, сложно. Не невозможно, но сложно. Он добывается, он также деревянной киркой. И вот этот блок тоже добывается минимум деревянной киркой. То есть, вы можете добывать его, конечно, все это и алмазными инструментами. Но это минимальный инструмент, это вот деревянный. Что, в принципе, неплохо. И вот этот вот блок уже раскравчивается. Этот блок костей, он теперь не прозрачный блок. То есть, он теперь не пропускает свет, насколько я понимаю. Вот. Так что, полезная штука для декора, для строительства скелетов вот таких вот. В общем, да. Пользуйтесь на здоровье. Можно сделать свой музей палеонтологии. По-моему, это называется. В общем, вы можете сделать свой музей со всякими динозаврами, скелетами динозавров и прочим, прочим, прочим. Все в ваших руках. Я думаю, что вот этот блок прикольный. Может быть, не очень полезный, но тем не менее, клевый. Далее. Нам добавили зомби. Нам добавили вот этих вот ребят. Это у нас Хаск. Я не считаю его новым мобом, поскольку это все-таки вариация другого моба. То есть, это вариация обычного зомби. И дроп у него такой же, как у зомби. И звуки у него тоже практически такие же, как у зомби. Спавнится он еще раз в пустыне. Только в пустыне вы можете их найти. И да, вы можете слышать то, что добавили в версии уже релизной. Это новый звук. Просто послушайте. Звуки стали более такими, знаете, сухими. Как будто бы зомби действительно шел по пустыне. Он зомби, он не умеет пить. Он может только жрать вас. И, в общем-то, да. Звуки, мне кажется, довольно-таки интересные. Хотя, опять же, не то, чтобы они были особо нужны. Но для атмосферы, в принципе, сойдет. Если его бить... По-моему, абсолютно такие же звуки происходят. Да, кстати, теперь это не отдельные мобы. За каким-то чертом они удалили. Яйцо Хаска. Яйцо Стрея. Так что, да. Теперь это не отдельный моб. Теперь это просто вариация зомби официально. Вот. Так что, не зачет. Зачем было удалять яйца из креатива, непонятно. Потому что, все-таки, так было бы гораздо удобнее показывать этих мобов в снэпшотах. И спавнить их где-то при необходимости. Но, тем не менее, вот как есть. Также у нас есть моб по названию Стрей. Который, по-моему, заблудший или блуждающий. В общем, такой полдергейст. Опять же, спавнил их при помощи команды. Поэтому луков у них нет. Луки у них должны быть. И у них тоже есть свои звуки. Такие. Ну, я даже не знаю, что это за звук. Очень странный. Дыхание, не дыхание. Такое мистическое такое. Скрежетание костями. Нет. Нет. Э. Вау. Побег. Они организовали побег. Да. Вот этих ребят уже, кстати, звук прикольный. Да. Лут у них все еще. Стрелы. Замедление. И, в общем-то. Да. Да. Нам добавили новые звуки и сюда тоже. Также у нас мишки есть. Как видите, кстати говоря. Я сюда сажал одного маленького мишка. К сожалению, не предусмотрел лучшего способа сюда заходить. Кроме как вот так. Давайте возьмем яйцо. Слава богу, у медведей остались яйца. И звуки у них есть только, по-моему, при убийстве. Да, я не слышу никаких звуков. Хотя, может быть, стоит Friendly Creatures сделать. Возможно, они у нас идут как Friendly Creatures. Блин, да что ж такое. И поэтому у них звуки слышные должны быть здесь. Так, давайте я уберу вот этих вот на минимум. И. Да, у них есть звуки. Не знаю, что это за звук, но он такой рычащий. Мелкий, стой. Рычат. Нет, звуки есть, они рычат. Но, по сути, тот же самый звук, только такой, ну, как бы, более высокий. Эй, мишка убежал. Черт, придется мишку заколбасить. Во имя науки. Стой. Стой. Во имя летсплея. Да, звуки нам добавили. Тоже неплохо. Теперь. Также, если вы не знали, если вы не знали, магма блок у нас теперь и вообще всегда удерживает свет. Time set night давайте выставим. Если я возьму отсюда факел. Как видите, он светится немного. Практически нет света. Если я поставлю здесь факел, он осветит вот эту вот площадь. Если я убираю факел, па-бам, у нас остается свет. Не знаю, где это можно использовать, но, в принципе, такая фича имеется и ею можно пользоваться. Давайте обратно переключимся на день. Переключимся на день и продолжим нашу экскурсию. В принципе, это все, что можно сказать про удерживание света. Я действительно не представляю, где это можно использовать. Далее у нас, ребята, идет лестница. Лестница самая обычная, а вот автопрыжок работает с ней довольно-таки интересно. Если вы включите автопрыжок, который, кстати, тоже был добавлен в этой версии, и побежите по лестнице, то... Да, я все еще нажимаю W. Да, если вы побежите по лестнице, как видите, вверх скорость подъема довольно-таки высокая. Прямо, скажем, выше, чем дефолтная. Но проблема в том, что вы иногда останавливаетесь, то есть невозможно бежать по лестнице быстро все время. И, в принципе, автоджамп вам, скорее всего, пригодится только ради этого. Но если вы играете с автоджампом, то знайте, что лестница вас ускоряет. То есть спринт работает теперь и на лестнице. Если я сейчас выключу автоджамп, то это перестанет происходить полностью. Как видите, я не бегу так же быстро по лестнице, как я это делаю с автоджампом. Вы можете провести испытания сами в креативе или в своем мире. И, в общем-то, выяснить. Возможно, вы найдете более эффективный способ использовать автоджамп для ускорения по лестнице. Далее у нас есть теперь новая механика для удочки. Она теперь может цеплять блоки, в том числе и подожженные ТНТ. Сделать это на земле практически невозможно. А вот на льду можно сделать довольно-таки просто. Возможно... Вот, видите, я просто выкидываю блоки, и я могу их подцепить удочкой. Нет, блоки, не уходите. Да, сложно, сложно попасть. Это можно использовать, например, для мини-игр. Если вы любите редстоун, если вам нравится строить какие-то мини-игры, то вы можете сделать это и наслаждаться ловлей блоков со своими друзьями. Не только свинок. Я думаю, что скоро появится какая-нибудь мини-игра на каком-нибудь сервере, где можно будет, собственно, с помощью удочки ловить блоки. Таким образом, разрабатывать очки и что-нибудь, 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 что-нибудь. Да, кстати, давайте я вам покажу, как это делается на обычной земле. Давайте накидаем блоков и попробуем их поймать. Я думаю, что... Я думаю, что это как-то зависит от того, что скользит блок или не скользит, то есть с которого вы поднимаете ваши блоки. Но, тем не менее, это факт. С земли поднимать их сложнее. Если блоки просто будут лежать на льду, так, как бы их так накидать? Давайте вот так попробуем поймать вот эти блоки. Вот, видите, гораздо, гораздо, гораздо проще это сделать. Но, в принципе, это дело вашего мастерства. Далее у нас появились высокие красные грибы. Как видите, этот гриб даже... Получается даже выше, чем коричневый гриб. Коричневые грибы, по-моему, остались того же размера. А вот красные грибы теперь могут вырастать гораздо, гораздо выше. В том числе и в натуральной генерации, в темном, как он называется, Dark Oak Forest, да? Или, я не помню, Dark Forest, по-моему, называется биом. Там, где есть грибы, там, где они генерируются. На Mushroom Island тоже будут такие большие грибы. Обычно они были практически вровень с землей. То есть где-то вот здесь вот была их шляпка, нижняя ее часть. Что, в общем-то, теперь грибы будут выглядеть как настоящие грибы, а не как непонятно что кубическое. Неплохой визуальный косметический апдей. Также, конечно, нам добавили вот эти вот кости. Я их уже показывал в предыдущем видео. Кто не знал, скелеты. Теперь их можно найти под землей, как минимум под пустыней. И не знаю зачем, но они есть, они генерируются. Это тоже здорово. Это какое-то разнообразие в генератор мира. Хотя найти их довольно-таки сложно. Разве что вы наткнетесь на них случайно. Но если вы на них наткнулись, это такой будет приятный сюрприз. Потому что у вас появятся эти блоки, у вас появится костная мука. И, возможно, вы сможете вырастить себе дерево. То есть, если это происходит случайно, то это здорово. Не буду ругать за это, маджанг, потому что все-таки это как-никак фича. Далее у нас еще один звук. Еще один звук нам добавили. Это звук зачарования, друзья. Мне сейчас не нужно, я в креативе нахожусь, мне не нужно брать никакие, никакой лазурит. Мне ничего не нужно. Я просто могу положить меч и зачаровать его. И давайте послушаем. Довольно-таки приятный звук. Я сейчас сделаю даже погромче звуки немного. Где-нибудь процентов на 70. Я надеюсь, никого не оглушит. Тоже что-то такое, что такое мистическое. Единственное, что, может быть, какого-нибудь перезвона стоило добавить. Чтобы они не были такими, такими сухими, что ли. Но если вы понимаете, о чем я. Да, это тоже приятное нововведение. Ничего колоссального оно не добавляет. То есть, оно ничего не меняет, по сути. Но решили маджанги сделать побольше звуков. Это само по себе неплохо. Главное, чтобы этому не уделяли целый снэпшот, целый апдейт. Так, что у нас тут? Тут у нас немножко фейерверков изменился. Крафт фейерверков, дорогие друзья. Если положим бумагу и порох, мы получим 3 фейерверка теперь вместо одного. Если вы любите запускать фейерверки, определенно для вас это плюс. Теперь вы получите из того же количества ресурсов гораздо больше фейерверков. Ну и, конечно, можно взять, например, такие фейерверки сделать, да, которые будут лететь дальше. Это просто изменение в крафте. Ничего оно больше не добавляет. И это, по-моему, здорово. Ну и, как я уже говорил, пофиксили блоки костные. Теперь на них можно ставить факелы. Теперь это возможно. Раньше этого было делать нельзя. По причине того, что, ну, просто нельзя было ставить на костные блоки факелы. Это было странно. Теперь это пофикшно. Итак, ребята, едем дальше. Теперь в версии Майнкрафт 1.10 мы сможем найти деревню зомби-жителей. Она спавнится с небольшим шансом. Я где-то слышал, что в районе 2% шанс найти такую деревню. Как видите, здесь есть зомби-жители. Здесь есть зомби-жители. В основном это обычная деревня. Я сейчас нахожусь в плоском мире, но она генерируется, естественно, и в обычном мире. Здесь нет ни одной двери. Просто ни одной двери. Ну, естественно, была атака зомби. Зомби убили всех жителей. Превратили некоторых, собственно, в зомби. Ну, эти ребята сгорают на дневном свете. Так что, если вы нашли полностью пустую деревню без дверей, возможно, это была та самая деревня, но вы не успели, и они все сгорели на солнечном свете. Небольшое изменение косметическое тоже, но приятное. Всегда приятно найти какую-то редкую штуку. Также изменение было внесено в деревни. Теперь деревни, которые спавнятся в саванне, они не сгорают, потому что в предыдущем, вот, в первом снэпшоте даже кузница генерировалась полностью из дерева. Кузница, в которой лава. И теперь этого нет. Они это пофиксили, наконец-то. Почему они сделали так сразу, я не понимаю. Но теперь деревни в саванне не будут выгорать дотла, как только они генерируются. Ну что же, ребята, и поехали дальше смотреть еще одну фичу. А следующее нововведение относится к месобиому. Любите ли вы золото, так как люблю его я? Если да, то добро пожаловать в месу. В месобиоме у нас начинается самая настоящая золотая лихорадка. Теперь, если вы копнете в месе под горами, то найдете просто тонны и тонны и тонны и тонны золота. Оно генерируется в больших количествах и на большей высоте, чем в любом другом биоме. Если я нажму F3, вы увидите, что здесь высота 68 блоков. И даже выше оно все еще присутствует. Просто тонны золота. Я убрал здесь все, кроме руд. То есть остались только руды, никакого грави, никакого андезита. Я не убирал уголь, железо или еще что-то. И вы видите, на этой высоте его просто очень и очень и очень много. Если вам нужно построить маяк, но у вас нет золота или железа. Если вам оно нужно, например, для рельс, то добро пожаловать в месу. Это ваше место. Копайте, копайте, ребята. И стройте маяки, ускоряйтесь и копайте еще больше золота. Если спуститься чуть ниже, на высоту, где оно обычно генерируется, это где-то 35 блоков. То, как видите, здесь его уже не так много. То есть есть смысл за золотом ходить в верхние слои меса биома. Добывать здесь помимо золота еще и железо, еще и уголь. Так что, да, недостатка в золоте теперь мы испытывать не будем. К сожалению, золото у нас не используется нигде, кроме маяков и рельс, пожалуй. Может, еще нажимные пластины, которыми никто, по-моему, не пользуется. Но, тем не менее, сама возможность добывать какие-то ресурсы в больших количествах, не особо затрачивая какие-то усилия, и при этом, чтобы это было еще чем-то уникальным, я думаю, что это дорогого стоит. Мне нравится конкретно вот это нововведение. И даже если мы полетим вот сюда, даже если мы подлетим вот к этой горе, то мы увидим здесь замечательную, 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 замечательную золотую руду. То есть она есть даже на поверхности в месобиоме, если смотреть в правильное место. А также в месобиоме, где-то вот здесь, вот, вот, ребята, вот. Вот это самая настоящая шахта подземная. Посмотрите, ништяки, куча ништяков. Они выходят на поверхности, эти шахты. Теперь в этом есть логика. Так, сейчас я переключусь на Peaceful. Наверное, даже скушаю зелье Night Vision Potion. Где оно тут есть? Это, в остальном, конечно, самая обычная шахта, которая сделана из, что это у нас? Dark Oak Woods, да. Dark Oak, она сделана из темного дуба. И, да, какая-то шахта не очень большая. Да, здесь вы можете видеть тоже частички вот эти вот, которые поднимаются от песка. Блин, где здесь спуск вниз, черт возьми? Это какая-то очень маленькая шахта. Мне, похоже, не повезло. Я, на самом деле, заметил ее только что. Так, да, 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 да. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Мы можем спуститься здесь. Мы можем спуститься вот тут. И, да, здесь были шахтеры, которые добывали здесь золото. Это безумно круто. И, главное, не надо искать эту шахту где-то внизу, где-то в глубине. Так, я смогу попасть на нижний уровень или нет? Че-то не видать. Какая-то очень маленькая шахта мне попалась, но, тем не менее, она есть. Здесь тоже куча ништяков, рельсы, еда, бирки. Все очень и очень круто. Это самая маленькая шахта, которую я видел, черт возьми. Но она такой не должна быть. Посмотрите, рельсы, рельсы, два алмаза, куча железа, куча хлеба. Вон еще один сундук стоит, боже. Она маленькая, но она очень жирная. Рельсы, снова бирка, факелы, еда. Так что, да, дорогие друзья, золотая лихорадка пришла в Майнкрафт. Теперь все будут охотиться за золотом. Теперь можно устраивать в Месобиоме какие-нибудь золотые челленджи. И последнее, о чем я хотел бы сказать, что я, к сожалению, не могу показать вам. Это то, что эндермены теперь спаунятся у нас в аду. Достаточно редко, но они там могут появиться. И они теперь могут таскать блоки Незер Рака. Не знаю, зачем это нужно. Не знаю, где это, кому это пригодится. Но, тем не менее, это есть. И это тоже прикольно. Ад стал немного более разнообразным, что классно. Потому что там, в общем-то, не так много живности и обитает. Такой он Майнкрафт 1.10 Frost Burn Update. А я надеюсь, что видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok